Всем здравствуйте! Сегодня проведем экспресс-подготовку к всероссийской проверочной работе по русскому языку в четвертом классе. Эта работа делится на два дня. В первый день выполняется часть первой этой работы. В нее входит написание диктанта и выполнение два задания к этому диктанту. Во второй день выполняется задание части второй – это текст и грамматические задания к тексту. Как оценивается ВПР в четвертом классе? Диктант оценивается следующим образом. Оценивается только полностью записанный текст. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, считается за ошибку. Если в тексте диктанта присутствует 5 и более исправлений неверного написания на верное, то снимается 1 балл. Если нет орфографических ошибок, за диктант можно получить 4 балла. Если допущено не более 2 ошибок – 3 балла. Допущено 3-4 ошибки – 2 балла. Допущено 5 ошибок – 1 балл. Если допущено более 5 ошибок – 0 балла. Также отдельным оценивается пунктуация. Если нет ошибок в постановке знаков припинания, то 3 балла. Допущена 1 ошибка – 2 балла. Допущено 2 ошибки – 1 балл. И если допущено более 2 ошибок – 0 балла. Максимальный балл за первую часть ВПР по русскому языку – 7 баллов. 4 за диктант и 3 за пунктуацию. Рассмотрим задание к диктанту. Первое задание к этому диктанту. Из года в год повторяются одни и те же. Это найти в тексте предложение с однородными членами предложения. Однородными сказуемыми, подлежащими, второстепенными. Выпиши это предложение и подчеркни однородные члены предложения. Давайте вспомним, что такое однородные члены. Однородными называются члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и являются одним и тем же членом предложения, относятся к одному и тому же слову. Однородными могут быть все члены предложения. Например, в школе мы изучаем математику, литературу. Посмотрим, какие здесь члены предложения являются однородными. Мы изучаем что? Математику, литературу. Однородными здесь являются слова математику, литературу. Обратите внимание, что между однородными членами предложения ставится запятая. Запятая также ставится, если однородные члены соединены союзами «а», «но». Например, в гостях «хорошо», «а» дома «лучше». Перед союзом «а» ставится запятая. Здесь однородные члены предложения «хорошо», «лучше». Солнце светит, но не греет. Однородные члены предложения «светит», «не греет». Перед союзом «но» ставится запятая. Запятая не ставится, если однородные члены соединены одиночным союзом «и», «или». Например, в саду зацвели яблони и груши. Однородные являются слова «яблони», «груши». Запятая не ставится, потому что один союз «и». Запятая ставится, если однородные члены соединены повторяющимися союзами «и», «или». Например, в саду зацвели и яблони и груши. Ставится запятая, потому что союз «и» повторяется два раза. Например, «ребята, или порисуйте, или поиграйте». Повторяющийся союз «или» ставится запятая. А слово «ребята» выделено запятой, потому что это обращение. Обращение выделяется запятыми в любом случае. Давайте рассмотрим несколько упражнений. Задание «Спешите», расставьте знаки припинания. Однородные члены предложения подчеркните. Больной зверёк не отбивался, а только жалобно пищал. Кто зверёк? Что делал? Не отбивался, а что делал? Пищал. Здесь однородными являются сказуемые. Над ними я поставила знак «рук» О – однородные. Зверёк не отбивался, а только жалобно пищал. После первого сказуемого нужно поставить запятую, потому что есть союз «а». Заяц перескочил через дорогу, подошёл к своей норе, раскопал снег, уложил на спине уши и заснул с открытыми глазами. Здесь однородными также являются сказуемые. Перескочил, подошёл, раскопал, уложил и заснул. Однородные сказуемые. Над ними я тоже поставила знак «рук». Обратите внимание, что ставится запятая, когда есть интонация перечисления. Нет никаких союзов или повторяющихся союзов. Заяц перескочил через дорогу, запятая, подошёл к своей норе, запятая, раскопал снег, запятая, уложил на спине уши, а вот здесь запятая не ставится, потому что есть союз «и». И заснул с открытыми глазами. Старик и старуха вылепили и носик, и ротик, и подбородочек. В данном предложении однородными являются подлежащие – это старик и старуха, запятая не ставится, потому что союз «и». А также однородные второстепенные члены и носик, и ротик, и подбородочек. Запятая ставится, потому что союз «и» повторяющийся. Такое задание повторяется из года в год. Это задание к диктанту. В моей тетрадке «Подготовка к ВПР» есть другие упражнения к этому заданию. Задание второе тоже повторяется из года в год. Выпиши из текста диктанта любое предложение. Там будет указано первое, второе, третье, какое? Любое. Подчеркни в нём главные члены предложения. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. Давайте вспомним, что такое предложение. Предложение – это группа слов, которая выражает законченную мысль. Главные члены предложения – это подлежащее и сказуемое. Подлежащее обозначает о ком или о чём говорится в предложении и отвечает на вопросы «кто?», «что?». Сказуемое показывает то, что говорится о подлежащем и отвечает на вопросы «что делает», «что делать» и другие подобные вопросы. Подлежащее подчеркивается одной чертой, сказуемое – двумя. Остальные члены предложения являются второстепенными и поясняют главные или другие второстепенные члены. Если предложение состоит из подлежащего и сказуемое, то такое предложение называется нераспространённым, а если в предложении есть второстепенные члены, то оно называется распространённым. Части речи – это большие группы слов, объединённые общими признаками и вопросами. Самостоятельные части речи – это имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение и наречие. Самостоятельные части речи имеют собственное значение, их в русском языке шесть. Служебные части речи – предлог, союз, частица, междометие. Эти слова неизменяемы и служат для передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными частями речи. Служебных частей речи – четыре, всего в русском языке десять частей речи. Правило. Чтобы узнать, какой частью речи является слово, надо поставить к нему вопрос и определить, что обозначает данное слово. Предмет, признак предмета или действие предмета. Имена существительное обозначают предмет и отвечают на вопросы «кто?», «что?» и вопросы косвенных падежей – «кого?», «чего?», «кому?», «чему?», «кем?», «чем?», «о ком?», «очем?». Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» и другие. Глагол обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие. Предлог – это служебная часть речи. Наречие – неизменяемая самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, качество другого признака или предмета. Отвечает на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?» и «как?». У наречия нет окончаний. Союз – служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложений. Местоимение – часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Личные местоимения отвечают на те же вопросы, что и имена существительны. Например, упражнение. «Вот я и пошёл в город. По дороге мечтаю. Достану себе весёлую кошечку. Она хитрых мышей в доме переловит. Вечером на коленях будет мурлыка». Задание. Выпиши четвёртое предложение. Подчеркни главные члены предложения. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. Во-первых, нужно уметь считать предложения. Для этого можно их прочитать. «Вот я и пошёл в город. Первое предложение. По дороге мечтаю. Второе предложение. Достану себе весёлую кошечку. Третье предложение. Нам нужно выписать четвёртое предложение». Либо посчитать точки. Первая точка – это первое предложение. Второе – второе. Третье – третье предложение. Нам нужно четвёртое. Выписали это предложение. Подчеркните главные члены предложения. Чтобы найти подлежащие сказуемое, нужно подумать, какое слово «действует» и как оно действует. Кто? Она. Она что делает? Сделает. Переловит. Она – это подлежащее. Переловит – это сказуемое. Подчеркнули одной и двумя чертами. Нужно указать над каждым словом, какой части речи оно является. Она – это местоимение. Хитрых – прилагательное. Мышей – существительное. В – предлог. Доме – существительное. Переловит глагол. Нужно подписать все слова. И предлоги, и союзы, и местоимения. Не пропуская ни одного. Как оценивается первое и второе задания к диктанту? Первое. Верно найдено предложение. При переписывании ошибок не допущено, правильно обозначенные однородные члены предложения ставится 3 балла. Если верно найдено предложение, при переписывании допущена одна орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначенные однородные члены предложения ставится 2 балла. Если верно найдено предложение, но при переписывании допущены одна-две ошибки и одна пунктуационная, однородные члены обозначены правильные, ставится 1 балл. Более двух ошибок или не обозначены однородные члены – 0 баллов. Максимально можно получить за первое задание к диктанту 3 балла. Посмотрим, как оценивается второе задание. Если верно обозначены главные члены предложения, подлежащие и сказуемые подчеркнуты правильно, ставится 1 балл. Если не обозначены главные члены предложения или обозначены неверно – 0 баллов. Верно определены все части речи в предложении – 3 балла. Если допущена одна ошибка – 2 балла, две ошибки – 1 балл. Более двух ошибок – 0 балл. Максимальный балл, который можно заработать за второе задание – 4. Итак, за диктант 7 и два задания к нему можно получить 11 баллов. Это очень хорошо. На следующем занятии я вам расскажу, какие задания относятся ко второй части, и мы выполним это задание, разберем эти задания вместе с вами. Поэтому подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте своим знакомым, друзьям, размещайте ролики в социальных сетях, родительских группах. Я желаю вам успеха, а тот, кто хочет приобрести тетрадь по подготовке к ВПР, можно написать мне на адрес riko197070-sobacamail.ru. Цена тетради – 300 рублей.